Турецкий язык. Урок номер сорок один. Повествовательная модальность. Хикаэ Бирлещик Заманы. Первая часть. В предыдущем уроке мы разбирали сложные времена глаголов в турецком языке, как они образуются и что они означают. В этом уроке мы рассмотрим подробнее повествовательную модальность, которая является одним из видов сложных времен. Повествовательная модальность образуется путем прибавления к основам простых времен аффикса ED, который является формой недостаточного глагола IMEC. К простым временам относятся пять времен и три наклонения глаголов. Времена это у нас настоящее время, широкое время, увиденное прошедшее время, услышанное прошедшее время и будущее время и наклонение, долженствовательное, желательное и условно желательное. Аффикс повествовательной модальности ED имеет 12 вариантов по правилу гармонии. После звонкой согласной у нас аффикс «ды-ди-ду-ду», после глухой согласной «ты-ти-ту-тю» и после гласной мы добавляем «иды-иди-ду» и «иды». После прибавления аффикса повествовательной модальности мы получаем такие формы, например, глагола «окумак» «окуйор-ду», «окур-ду», «окудуй-ду», «окумуш-ду», «окуяджакты», «окумалы-ды», «окуяйды» или «окусайды». Так как времен и наклонений у нас много, мы разобьем эту тему на три части для того, чтобы урок не был длинным и утомительным. В этой части мы рассмотрим настоящее, широкое и будущее время в повествовательной модальности, во второй части – прошедшие времена и в третьей – наклонения. Настоящее время на «йор» в повествовательной модальности. Это время обозначает незаконченное действие, имевшее место в определенный момент в прошлом. То есть кто-то делает действие, мы видим, что он на тот момент делает действие, он его еще не закончил. И когда мы повествуем, рассказываем, получается оно уже в прошедшем времени, то у нас получается незаконченное действие в прошлом. Возьмем для примера глагол «севмек» и просклоняем его по лицам и по числам. Здесь мы не будем рассматривать, как личные аффиксы добавляются к аффиксам повествовательной модальности. Это все происходит по нормальным стандартным правилам, о которых мы знаем, но мы просто просклоняем для наглядности. «Севьордум» – «я любил», то есть «севьорум» – «я люблю», и мы рассказываем о том, что «я люблю», но в прошлом. «Севьордум» – «я любил». «Севьордун» – «ты любил», «севьорду» – «он любил» или «она любила». «Севьордук» – «мы любили», «севьордунус» – «вы любили», «севьордларды» – «они любили». Здесь, как всегда, у нас аффикс множественного числа large меняет общее правило и добавляется не в самом конце, а добавляется после простого времени и только после него мы добавляем аффикс повествовательной модальности. Отрицательная форма у нас образуется при помощи отрицательной частицы и получаем sevmiordum, sevmiordun, sevmiordu, sevmiorduk, sevmiordunus и sevmiordlardy. Еще нужно обратить внимание на вопросительную форму. В простых временах у нас шел аффикс времени, после этого вопросительная частица плюс личный аффикс, а здесь аффикс повествовательной модальности переходит после вопросительной частицы и перед личным аффиксом. И так как вопросительная частица мы и ми и му и мю заканчивается на гласную букву, то в повествовательной модальности в вопросительных формах везде будет добавляться форма этого аффикса, которая используется после гласных, то есть вместе с соединительной частица Е. И поэтому мы получаем Севиор Муйдун. Я любил. Севиор Муйдун. Ты любил. Севиор Муйдун. Он или она любила. И для отрицательной вопросительной формы ничего не меняется. Мы добавляем там, где мы и добавляли всегда отрицательную частицу. И получаем Севмиор Муйдун. Севмиор Муйдунус. Севмиор Лар Муйды. Теперь для практики возьмем несколько примеров и посмотрим применение настоящего времени в повествовательной модальности. Например, «Эве гельди им де аннем мутфакта емя к пищерерду». «Эве гельди им де» «Когда я пришел домой, аннем, моя мама мутфакта емя к пищерерду». Готовила еду на кухне. То есть я пришел, смотрю, моя мама готовит. Она делает на тот момент. Пищерер готовит еду. И когда я об этом кому-нибудь говорю, повествую, я говорю, что когда я пришел домой, она что делала? Она готовила еду. «Эве гельди им де анне мутфакта емя к пищерерду». «Когда я пришел домой, моя мама готовила еду». Или еще один пример. «Онунла бирдаха каршалашмак истемьорду». «Истемьорду» «Он не хотел». Снова «бирдаха», как бы еще раз и снова «онунла каршалашмак», сталкиваться с ней. «Онунла бирдаха каршалашмак истемьорду». «Он не хотел». Снова сталкиваться с ней. То есть состояние «он не хочет», «истемьор», «в прошедшем времени». Получается, «он не хотел». Еще пример. «Кючук кен каранныктан чоккорккордум». «Кючук кен». «Когда я был маленьким», то есть в детстве, «чоккорккордум». «Я очень боялся». «Каранныктан». «Темноты». Слова с глаголом «коркмак» используются в исходном падеже, и поэтому «каранныктан». «Я боялся», «мой страх был из-за темноты». «Кючук кен каранныктан чоккорккордум». «В детстве я очень боялся темноты». Опять же, представляем, я маленький, я боюсь темноты. «Корккорум». И я рассказываю об этом. Я сейчас уже большой, и поэтому я рассказываю то, что было в прошлом. А в прошлом что было? Был я, который боится темноты. И получается «я боялся темноты» в прошедшем времени. «Кючук кен каранныктан чоккоркордум». Еще один пример. «Гечен яс бенимде ощехрегиттими бильермуйдун». В вопросительной форме. «Бильермуйдун». «А ты знал?» «Гечен яс прошлым летом бенимде ощехрегиттими». «Что я тоже ездил в тот город». Вот смотрите, здесь если мы будем использовать настоящее время, получается «бильермусум». «Ты знаешь». Если мы будем использовать прошедшее время, увиденное прошедшее время, получается «бильдин ми». Это у нас будет закончено действие, и правильно будет перевести, как «ты узнал». И нам нужно действие, которое между этими двумя временами находится. Получается «не ты знаешь», «не ты узнал», «а ты знал». «Гечен яс бенимде ощехрегиттими бильермуйдун». «А ты знал, что я прошлым летом ездил в тот город». Переходим к широкому времени в повесовательной модальности. Это время используется в двух случаях. Первое – это время обозначает постоянное или повторявшееся, или продолжавшееся в прошлом действие. И второе может употребляться для обозначения предполагаемого, желаемого действия. Широкое время еще называют как настоящее будущее время. И вот, когда мы его будем использовать ближе к настоящему времени, то это у нас первый вариант. То есть, оно обозначает действие, которое постоянно повторяется или продолжается. И второй вариант, когда мы его используем ближе к будущему времени, вот тогда мы его употребляем для обозначения предполагаемого или желаемого действия. Возьмем для примера глагол «яб маг делать» и просклоняем его по лицам и по числам. «Яб пар дым» в первом варианте «я делал», то есть действие, которое я постоянно делал или повторял его. Или в значении второго варианта «я бы сделал», «я пар дым». Дальше «я пар дым» – ты делал, «я пар ды» – он делал, «я пар дык» – мы делали, «я пар дыныс» – вы делали, и «я пар ла ар ды» – они делали. В отрицательной форме у нас широкое время используем отрицательную частицу «маз» и «мез», и поэтому получаем «яб маз дым», «яб маз дын», «яб маз ды», «яб маз дык», «яб маз дыныс», «яб маз дларды». И посмотрим вопросительную форму, здесь у нас самое главное, что мы аффикс повествовательной модальности выносим за вопросительную частицу. И получаем «я пар мэ дым», «я пар мэ дын», «я пар мэ ды», или в отрицательной форме «яб маз мэ дык», «яб маз мэ дыныс», «яб маз длар мэ ды». Для лучшего понимания рассмотрим на примерах. Сначала возьмем примеры с постоянным или повторяющимся действием. Например, «О кулдайкен чок гюзель шиир о курду», «он красиво читал стихи», «окулдайкен», «когда он был в школе», то есть «когда он учился в школе». «О кулдайкен чок гюзель шиир о курду», «он красиво читал стихи, когда учился в школе». Здесь можно использовать и настоящее время, например, «окулдайкен чок гюзель шиир о курду». Но так как у нас действие, которое выполнял этот парень, продолжалось, и оно было постоянным, то есть, когда он был в школе, он все время читал красиво стихи, мы здесь можем использовать широкое время. Или, например, Здесь у нас тоже есть постоянное отрицательное действие, она не разговаривала или не говорила на турецком языке, то есть, это действие, которое близко к широкому времени, которое продолжается на протяжении какого-то времени. И поэтому здесь использовали широкое время в повествовательной модальности. Она совсем не разговаривала на турецком языке до того, как пошла на курсы. Еще один пример в вопросительной форме. Вы играли в детстве в прятки? Так как мы говорим в прошлом времени, то есть, в детстве, эти действия были давно, раньше они были, если мы будем использовать увиденное прошедшее время, которое обозначает законченное действие, то это будет похоже как, а вы сыграли. Но так как мы хотим узнать не про конкретное действие, а действия, которые, возможно, выполнялись или повторялись, то есть, в детстве, которые проходили, мы используем широкое время в повествовательной модальности. Вы играли в детстве в прятки? Еще пример. Этот пример очень похож с предыдущим. И теперь рассмотрим примеры с предлагаемым или желаемым действием. Например, Здесь у нас есть определенные условия. Если бы я знал, что я умру, и вот тогда мы говорим о действии в желательной форме. Я бы сделал. То есть, я сделаю, но в прошедшем времени. Поэтому получается, что то действие, которое я собираюсь сделать, как мне его переместить в прошедшее время, оно только может оставаться в желательной форме. Или я могу только предположить, что я бы сделал вот так. Если бы я знал, что завтра умру, сегодня я бы снова занимался этим делом. Или еще один пример. Если бы мне знать, что твое отсутствие будет настолько трудным для меня, Я бы не позволил тебе уйти. Как вы видите, здесь у нас тоже есть определенные условия. Если было бы так, или если бы мне знать, то я сделал бы вот так. То есть, если бы это условие осуществилось, произошло бы, то я бы, предполагаю, мое действие было бы вот таким. Вот это второй вариант использования широкого времени в повествовательной модальности, вот в похожих предложениях. И также в вопросительной форме зачастую предполагаемое желаемое действие бывает, когда у нас вопросительное предложение идет с вопросительными частицами, такими как не, насл, то есть что или как, каким образом. Например, если бы это был твой ребенок, то есть опять у нас условие, что бы ты сказал ему. Также можно насл, например, как бы ты сказал ему. Мы спрашиваем, какое было бы твое будущее действие. Но мы спрашиваем об этом, как будто бы это условие произошло в прошлом. Или еще пример. В русском языке, когда мы переводим, это лучше получается со словами разве или бы, потому что это действие, которое не произошло. Могло только произойти, но оно не произошло. И с теми изменены, сразу вы не хотели бы, бишь хоббит Эвин де Яшамак, жить в домике хоббита. Дальше переходим к будущему времени в повествовательной модальности. Это время обозначает действие, которое выражает намерения или планы, построенные в прошлом. То есть тоже действие у нас будущее, значит оно еще не выполнено. И кто-то собирается сделать это действие, мы или кто-то. То есть будет, он поедет, он скажет, он сделает. Мы это видим и об этом повествуем. И так как действие не сделано, значит оно может у нас выражать только намерения или планы. И поэтому на русский язык можно переводить как Я собирался или Я планировал. Потому что это действие у нас не выполнено. Возьмем глагол ВЕРЬ МЕКИ ДАВАТЬ и просклоняем по лицам и числам. У нас получается ВЕРЬ ЭДЖЕКТИМ Я СОБИРАЛСЯ ДАТЬ, ОТДАТЬ, ВЕРЬ ЭДЖЕКТИН, ВЕРЬ ЭДЖЕКТИ, ВЕРЬ ЭДЖЕКТИК, ВЕРЬ ЭДЖЕКТИНИС и ВЕРЬ ЭДЖЕКТЛЕРДИ. В отрицательной форме ВЕРЬ МЕРЬ ЭДЖЕКТИМ. Здесь у нас смотрим между отрицательной частицей маме и аффиксом будущего времени АДЖЕК, ЭДЖЕК. Добавляется соединительная частица Е, так как у нас две гласные встречаются рядом. Дальше ВЕРЬ МЕРЬ ЭДЖЕКТИН, ВЕРЬ МЕРЬ ЭДЖЕКТИ, ВЕРЬ МЕРЬ ЭДЖЕКТИК, ВЕРЬ МЕРЬ ЭДЖЕКТИНИС, ВЕРЬ МЕРЬ ЭДЖЕКЛЕРДИ. И в вопросительной форме ВЕРЬ ЭДЖЕК МЕДИН, Я СОБИРАЛСЯ ДАТЬ ЛЕД, ДОЛЖЕН БЫЛ ДАТЬ, ВЕРЬ ЭДЖЕК МЕДИН, ВЕРЬ ЭДЖЕК МЕДИ, ВЕРЬ МЕДЖЕК МЕДИК, ВЕРЬ МЕДЖЕК МЕДИНИС и ВЕРЬ МЕДЖЕК ЛЕРЬ МЕДИ. Сразу смотрим на примерах. Так как это действие у нас должно было произойти и мы об этом повествуем, то в большинство своих случаях это действие не произошло. И часто предложение получается, что я собирался сделать, но я не сделал. Или наоборот, я не собирался сделать, но я сделал. Например, САНАБ БУГЮН ПАРАГЮН ДЕРЕДЕКТИМ ФАКАТ БАНКА КАПАЛЫЙДЫ. САНАБ БУГЮН ПАРАГЮН ДЕРЕДЕКТИМ. Я собирался сегодня отправить тебе деньги в ФАКАТ БАНКА КАПАЛЫЙДЫ, но банк был закрыт. У меня есть действие, которое я собирался или планировал выполнить, но я не смог его выполнить в связи с определенной причиной. Точно так же в отрицательной форме. АСЛЫН ДА СИЗЕ БУНУЮСЁ ИЛЕМИЙДЕКТИМ АМА АЗЫМ ДАН КАЧЕРДЫМ. На самом деле АСЛЫН ДА СИЗЕ БУНУЮСЁ ИЛЕМЕЙДЕКТИМ. Я не собирался вам это говорить, не планировал вам это говорить. АМА АЗЫМ ДАН КАЧЕРДЫМ. Но проговорился. АМА АЗЫМ ДАН КАЧЕРДЫМ. Качермак это значит пропустить и АЗЫМ ДАН изо рта. То есть я изо рта пропустил или выпустил слова. Есть такое по-турецки АЗЫМ ДАН КАЧЕРМАК это значит проговориться. АСЛЫН ДА СИЗЕ БУНУЮСЁ ИЛЕМЕЙДЕКТИМ АМА АЗЫМ ДАН КАЧЕРДЫМ. На самом деле я не собирался вам это говорить, но проговорился. Если в этих предложениях у нас было действие, которое должно было случиться, но оно из-за определенных причин не случилось, то бывает еще, что мы не знаем, случилось ли оно или не случилось. Мы знаем только о том, что оно планировалось сбыться. Например, БУРАК БУСАБАХ КОНЯ ЭГИДЕДЕДЕКТИ. Бурак этим утром собирался, планировал поехать в КОНЯ, в город. Мы не знаем, поехал он или не поехал. Но, например, у нас кто-то спрашивает, ты не знаешь БУРАК дома или нет? И я говорю, как бы я это не знаю, но я говорю, что БУРАК БУСАБАХ КОНЯ ЭГИДЕДЕДЕКТИ. Я знаю о том и повествую, говорю, что он этим утром вообще собирался поехать в город КОНЯ. Или еще один пример, такой же. Мы не знаем, сделали действие или не сделали, но мы знаем о том, что оно планировалось, сделаться или не сделаться. Например, БУРАК 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 БУРА Смотрите, еще эта форма используется в деловом этикете. И на русский язык можно переводить двумя способами. Например, мы звоним по телефону и хотим переговорить с директором или с каким-нибудь человеком, который работает на той фирме. У нас поднимает трубку, например, секретарь или кто-то из этой фирмы, и мы хотим сказать, что мы хотим переговорить с таким-то человеком. Вот для такой формы, очень вежливая деловая форма в турецком языке используется именно в будущее время в повествовательной модальности. Например, и гюнлер, Мустафа Каракотч, бейле герюща дектим. Добрый день, я хотел бы переговорить с господином Мустафа Каракотч. Вот можно перевести как «я хотел бы переговорить», или можно по-русски даже сказать «я хочу поговорить с таким-то человеком». Но мы используем именно будущее время в повествовательной модальности, потому что это считается правильным вежливым тоном. И гюнлер, Мустафа Каракотч, бейле герюща дектим. Или по такому же принципу, например, также вы звоните по телефону в какую-нибудь организацию, или вы пришли к человеку, который может вам дать консультацию по какому-либо вопросу, и вы говорите ему Добрый день, я хотел бы проконсультироваться с вами по одному вопросу «бир кону хакэнда». Можно сказать по-другому, можно сказать «бир кону хакэнда сизе данышмак истиорум». Но красивая, вежливая и по деловому этикету является именно вот такая форма. Или, например, звоните в посольство и говорите «И гюнлер, украина визе сене башфура дектим. Ярдым джи Олурмусунус». Добрый день, я бы хотел подать на украинскую визу. Украина визе сене башфура дектим. Ярдым джи Олурмусунус. Можете ли мне помочь? То есть в этих во всех предложениях мы переводим не как «я собирались, я планирую подать на визу». В русском языке мы больше говорим, как вот в прошедшее время «я хотел бы подать» или «я хочу подать». Или еще пример «И гюнлер, уч кюн дюйне араба киралэйджактым». Точно так же вы звоните по телефону в компанию, которая занимается арендой автомобилей и говорите «я хочу арендовать у вас машину на три дня». Но только вы говорите это не в настоящем времени, не при помощи глагола истиорум, а говорите вот в такой форме. «И гюнлер, уч кюн дюйне араба киралэйджактым». «Добрый день, я хотел бы арендовать на три дня автомобиль». И теперь еще посмотрим в вопросительной форме и сходство этого времени с формой должествовательного наклонения в повествовательной модальности. То есть когда вы что-то должны были или нужно было сделать вам. Например, «Сэм бугюм бизе пизза япаджак мэйдэн». «Ты собирался сделать нам пиццу сегодня?» Или это предложение можно перевести как «Ты ведь должен был сделать нам пиццу сегодня». То есть ты планировал это сделать. И так как ты планировал это сделать, я тебе как бы так вежливо напоминаю. «Ты же собирался нам сделать пиццу сегодня?» Или, например, «Дюйнища гитмэйджэк мэйдэн». Как мы переводим? «Разве ты не должен был вчера пойти на работу?» То есть я знаю, что ты собирался пойти на работу, но через день я узнаю, что ты не был там. Поэтому я говорю, «Разве ты не должен был быть на работе?» «Разве ты не должен был идти на работу?» Или, например, «Бен буну насыл япаджак тэм». Как я должен был это сделать? То есть что-то произошло, и вы понимаете, что вы в прошлом должны были что-то сделать, но не сделали, или у вас не получилось. И вы говорите «Бен буну насыл япаджак тэм». Вот здесь тоже, вот в таком смысле, похожее с должностовательным наклонением, чаще используется в вопросительной форме, когда у нас есть частицы. «Насыл» или «нея», «Бен буну неападжак тэм». Что я должен был с этим делать, да, например? Вот на это нужно обращать внимание. Или еще один вопрос. «Разве вы не собирались или не должны были купить ей подарок?» «Разве вы не собирались купить ей подарок?» «Разве вы собирались это сделать?» И поэтому, когда я узнаю, что вы этого не сделали, например, я и спрашиваю вас, разве вы не собирались, разве вы не должны были сделать это действие? На этом этот урок окончен. Надеюсь, такая небольшая практика с предложением была полезна. Если вам нравится, ставьте лайки. Кто не подписан на канал, то подписывайтесь, смотрите другие видео. Спасибо всем за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok